В Самаре будут сохранены ценные градоформирующие объекты, которые располагаются в границах исторического поселения. 84 таких объекта попадают в списки зданий, которые должны быть снесены в рамках программы расселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Но дома необходимо сохранить и реставрировать, поскольку они формируют исторический облик города. Об этом градозащитники рассказали на встрече с временно исполняющим полномочия главы Самары Иваном Носковым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Если дома, признанные объектами культурного наследия, сносить запрещено, то градоформирующие объекты нуждаются в дополнительной защите. Историческое поселение – это режим, который охраняет среду. То есть не конкретные памятники. То есть было бы достаточно охранять теми инструментами, которые есть. Вот когда ты создаваешь историческое поселение, у тебя как раз появляется дополнительный инструмент, ценный градоформирующий объект. И они оцениваются не по принципу аварийной и не аварийной. Просто вот есть улица, два объекта культурного наследия и еще какие-то дома. Вот они получают статус ценных градоформирующих объектов, потому что если их снести и на них построить что-то новое, утрачено будет вот этот целостный ансамбль. На встрече было решено, что до конца года возродят работу проектного офиса по историческому поселению. Такое решение озвучивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. И градозащитники эту инициативу поддержали. Завершаются работы по проекту объединенной зоны охраны исторического поселения. Рассчитываю, что в ближайшее время они будут направлены в Минкультуру России. Ранее все замечания, которые федеральный центр высказывал, они устранены. На себя берут сопровождение этого проекта с тем, чтобы максимально его быстро ускорить. И еще одно точечное, но важное решение. Те ценные градоформирующие объекты, которые являются аварийными, решено исключить из списков на снос и реконструировать. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.